Запомнить очень сложно. И прямо сейчас предлагаю начать обсуждение тематики здоровья и телесности. Ну что, меня вы сегодня с утра уже послушали, так что считайте, что мое утреннее выступление было введением к круглому столу, поэтому я хочу предоставить слово своему коллеге, соведущему круглого стола, Саше Жвакину. Пожалуйста. Продолжение следует... В мифологии существует... Есть такой миф о том, что до воплощения в этой реальности, в этом мире душа, она невероятно огромная. То есть она распространяется в разных измерениях, разных направлениях, в разных властях, и она просто невероятно большая. Но тогда, когда в момент происходит зачатие, то вот здесь, когда образуется зигота, то там она начинает сворачиваться. И по мере разворачивания тела здесь, душа там сворачивается. И вот такое очень четкое возникает концепция психосоматики, да, то есть что и душа, и тело на самом деле нет разделения, что это нечто одно и то же. С эволюционной точки зрения телесность, ну, это, конечно, то, что заключает в себе все, да, то есть это гены, которые заключают в себе и простейшие микроорганизмы, и одноклеточные, и более сложные, и все более-более универсальные, и все более сложные системы, которые не только, так скажем, в рамках организма, но и социальные взаимодействия, очень сложные, очень мультифакторные, и в то же время вот намечается такая эволюционная линия, да, то есть в нашей телесности, телесности человека, где содержатся, ну, и древние динозавры, и жужжащие надоедливо мухи, и крокодилы, да, которые тоже плачут, когда собираются съедать жертву, это и веселые обезьяны, и много-много еще чего, но все это некое эволюционное начало, которое содержится в каждом из нас и соединяет нас всех. И вот хотелось бы предоставить слово спикерам сегодняшнему по этому вопросу. Марс, пожалуйста. Я, да? Представься сам. Меня зовут Марс, я врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, сексолог, член президента нашей страны, российской трансперсональной психологии, психотерапии. Я из города Казани, только час назад прибыл, и вот с корабля на бал, уже сказали, что про телесность эволюции, что-то мне будет рассказывать. У меня будет мастер-класс сегодня по моей тематике, в которой я работаю основной, это в трансперсональной наркологии, там программа будет встать про работу с антиогенами. Про телесность эволюцию. Я сейчас когда перевернул, думал, о чем я, как врач-психотерапевт, или вообще как клиницист, или как врач-нарколог, могу сказать примитивные моей работы. Если говорить с клинической точки зрения, многие, наверное, уже знают о том, что наш мозг эволюционно развивается послойно, то есть от низших животных, существ. То есть мы отличаемся, я рисую рукой на этом, на доспе, чем наш мозг отличается от примитивных животных. Что в самой низшей структуре, рептилоидная часть, срединный мозг, продолговатый, что есть у предыдущих организмов, то есть до нас, начиная от рептилий, потом выше, к кошечкам, собачкам, к приматам и уже до нас. Наш мозг отличается от других животных тем, что он полностью структурно другой, да? То есть а послойно, если слой за слоем снимать человеческий мозг, убрать кортекс, неокортекс, то мозг будет похож на кошку и собаку, да? Если убрать еще слой лимбической системы, например, то это уже будет мозг похож на рептилии. И в то же время, то есть наш мозг содержит одновременно структурную часть всех этих видов животных. Все мы про это уже сейчас читаем, и очень хорошо выразил, я считаю, в последней книге «Мы – это наш мозг» Диг Сваап, директор Нидерландского института изучения мозга, самый крупный институт исследования мозга в мире, если я не ошибаюсь, то есть у них самая большая постмортальная база мозгов. То есть вся Европа, если завещает свои мозги, то завещает вот туда, в Голландию, в этот институт. Диг Сваап уже на посту директора, глава врача этого института, последние лет 30-40, если не ошибаюсь. В этой книге он хорошо описал, как связана телесность, если мы говорим про телесность, про мозг, если конкретно про клинику, и эволюция. И, конечно, это же очень непосредственно связано и с нашей темой, с трансперсональной психологией. Как в связи с эволюцией мозга непосредственно тканью и органики, так и революционирует психика. Ну и как же в то же время нам принадлежат все эти теневые структуры, про которые говорил Герман с утра, о том, что на низшем уровне, на уровне пролаговатого мозга срединного, рептильной части мозга, мы те же животные. То есть мы ничем не отличаемся по своим инстинктам от братьев наших меньших, от рептилий. Соответственно, мы не можем вычеркивать все те желания, инстинкты, которые принадлежат нашим братьям меньшим. И если говорить о моей работе, о наркологии, я работаю уже более 10 лет в наркологии, реабилитации зависимых. И мы в трансперсональном парадигме не относимся к зависимым как к болезни. Вспоминая книгу Кристины Гроф про жажду целостности, вообще работу Грофов и всех трансперсонологов, и профессиональной психологии, Арнольда Минделла, мы относимся к зависимости, как и другим проблемам со здоровьем, как к эволюции, к трансформации, то есть как к жажде целостности. И поэтому по поводу телесности, работая с пациентами зависимыми, проводя, например, даже трансперсональные практики дыхания, холотропное дыхание, какую-то другую работу с телом зависимыми, за действием я обнаружил то, что во время процесса, во время работы, и даже работы с энтеогенами, с различными растениями силы, разрешенными на страницу, видно, как во время этой работы выходят не только проблемные места, не только эти блоки в теле, про которые мы говорим, но и процесс их ломок, которые они не прожили. То есть переживая наркоман, наркозависимый, из раза в раз ломку, если она оккупируется препаратами, анальгетиками, анестезируется, это то же самое, как эмоциональная, как физическая травма, блокируется на уровне тела. То есть каждая ломка блокируется, снова. И когда у нас такой пациент, человек находится в какой-нибудь практике нашей, дыхательной или другой, все эти вещи, в том числе, которые происходили с его телом во время ломок, тоже начинают выходить. То есть его начинают, прямо в смысле, ломать на дыхательной практике. Может кто-то сталкивался и об этом знает. И происходит интеграция, то есть выход не только причин расстройства, но и вот этих моментов, которые сопутствовали протеканию заболеваний. То есть все вот эти состояния телесные, эволюционные. И учитывая трансперсональную и процессуальную парадигму, опять же, мы видим в этом ситуации только трансформирующий момент, не болезненно, не разрушающий, не деструкцию. Если мы правильно сопровождаем человека в этом процессе, то энергия, которая выходит, и про миссию говорил Дмитрий, что очень важно. Тая энергия, которая выходит, если мы ее поддерживаем, направляем в то русло, в которое, вообще в то русло, где это будет конструктивно проявляться, почему пациенты, которые выходят из центров, какие наиболее самые успешные, наиболее успешные, которые проходят нашу программу, трансперсональную, 12-шаговую, те, которые остаются дальше работать в центрах наших, становятся консультантами, волонтерами, у них какая-то появляется миссия. То есть вот эти вот, они наиболее успешные, чем те, которые просто прошли лечение, ушли, оторвались и в свободное плавание появляется какая-то миссия. Ну вот я вот как бы соединяюсь все доклады, которые послушал, очень интересно. Дмитрий Шеменков, мне тоже очень интересно. Но, слушая Диму, Дима говорил о том, что есть деструктивное общение и конструктивное общение. То есть, и от манипулятивного отношения нужно уходить. Это немножко, наверное, противоречит процессуальной психологии, когда мы от чего-то сбегаем. Вот у меня такой вопрос появился в самом себе. Надо сбегать или мне надо, и все-таки мы прорабатываем что-то свое. Я пока так. Спасибо. Спасибо. Да, Дим, пожалуйста. Третье ландерды. Развивая тему по поводу отношений вот этих деструктивных и так далее, то есть, здесь мне бы сразу хотел сказать, что как бы лимит времени не позволил развить эту тему, но, безусловно, я коснулся только этого, да, избегание самих в себе отношений это не решение проблем. Хотя, допустим, в том же Гаррдском исследовании ребята пишут, что, ну, что иногда иногда это токсично, что иногда. То есть, здесь вот есть вот эта грань тонкая, мне кажется, что для этого требуется диалог, в том числе, например, с психотерапевтом или со специалистом, для того, чтобы, как бы, более широкую перспективу увидеть контакты, что там происходит конкретно. Потому что бывает, конечно же, процессы, на всякий случай, у меня так было, вот, когда я прижал в свой личный кризис, вот, я попал, как бы, структура власти очень глубокая. И система отношений, которая там была, Володя был частично там свидетелем того, что, да, они были, они очень тяжелые, скажем так, да, то есть, и это реально при этом власть. Это конкретные люди, это конкретная страна, это конкретные дела, это конкретные процессы, и от этого нельзя отвернуться. О, да. Ну, нельзя от этого скрыться. Это конкретные отношения, в конечном итоге, даже между странами, которые, конкретные люди, на них конкретно влияют. Я имею в виду самый высокий уровень. И в этом контексте я для себя понял тогда, для меня стало, вот моим личным спасением, это стало пойти туда, вглубь. То есть в лучших традициях процессуального подхода я решил так, что у меня одно плавание в этой жизни, и я туда пойду, и я там умру. Я вот шел туда, так сказать, на гибель. Это мое было внутреннее переживание. Я в конечном итоге ее поймал, эту гибель, ну, в качестве своего, опять же, переживания. Мне на каком-то этапе казалось, что я умираю. Прямо полноценно. Вот, как стою здесь, вроде как есть мы все живые, это значит и я, наверное. Ну вот, поэтому есть такой момент. Но одновременно с этим я могу для себя сказать, что я этого пути никому не пожелаю. То есть вот это было очень тяжело. То есть это потребовалось действительно полностью сгореть, так сказать, внутри и прийти к новым достояниям. Но это вот мой личный такой путь. То есть я сторонник того, чтобы туда идти, и вот прямо проживать, и выправлять. Я вижу, что выправляется. Но бывают, наверное, ситуации, когда, может быть, есть куда-то пугать как-то тоже пункции. И тоже в моем жизненном пути были ситуации, когда я, например, на время выходил из отношений. То есть я не был способен их метаболизировать. А потом, сейчас вот на протечении опыта, я вижу, что я могу с ними уже войти в контакт. У меня есть достаточно уже внутренней энергии, внутренние способности переживать для того, чтобы пережить и пройти сквозь. Ну, поэтому в этом смысле моя точка зрения, что в моей жизни так сложилось, и вот в текущий момент я смотрю, что не было деструктивных отношений. Но когда я их проживал, мне они казались не то, что там деструктивным, а прям конкретным выраженным насилием, это никак иначе. То есть это то, как я переживу. Поэтому спасибо. Спасибо. Андрей, мне кажется, поскольку мы с тобой тему отношений развиваем, в том числе и на нашем предстоящем тренинге, мне кажется, тебе есть что сказать в ответ Диме Шминкову. Ну, обязательно не вставай, но хорошо, чтобы там виду у меня было. Меня зовут Андрей Ланд. Я актер, я, наверное, самый слева зашедший вообще сюда человек, поскольку я не имею психологического образования. И все мои, тем не менее, поползновения в практической психологии, они имеют вход с актерских подмостков. И я, наверное, хотел бы начать все-таки с темы, которую заявили для этого круглого стола, телесность и эволюция. И в этом смысле я могу оперировать исключительно к своему физическому опыту, к опыту своих коллег. Профессиональному, ну и потом в какой-то момент началась моя консультационная работа. Я имею там уже какое-то количество лет работы с самыми разными людьми по темам публичных поступлений, ресурсных состояний и так далее, и так далее. И началось все для меня с того, что вот у каждого из нас некая я-концепция, некое представление о себе. И это представление о себе, оно в общем телесно в достаточной степени, вне зависимости от того, даем мы себе отчет в этом или нет. То есть мы каждое свое тело определенным образом носим, мы как-то себя распределяем в пространстве, у нас какая-то осанка, у нас вообще представление о том, как еще нас вообще воспринимают со стороны, что мы себя представляем вот на уровне этой тушки. И если мы достаточно внимательны будем к тому вообще, какой диалог у нас с телом есть, если вообще этот диалог включить, то начнут происходить удивительные вещи. И как раз в этом смысле театральный актерский опыт, что мне помог заметить, что откуда вообще берется у артиста роль? Она берется исключительно из тела, телесными инструментами, мы становимся как бы не собой, мы выходим из своей я-концепции и становимся кем-то другим. И вот это очень важный момент. То есть если эта технология в нас зашита, если мы можем это делать в театре, то что нам мешает делать это в жизни? И вот собственно здесь нащупали мы, я 6 лет, 7 лет проработал в проекте под названием Театр Рыкиняда Вадима Демчок, наверное, кому-то здесь известно это имя, и в проекте Школы Игры. И как раз в проекте Школы Игры мы очень много исследовали технологии, каким образом посредством работы в том числе с телом и своим восприятием своего тела, менять в корне вообще взаимоотношения с самим собой, взаимоотношения с миром, взаимоотношения с тем, как мир меня воспринимает. И это очень легко проверить. Вот если вы вспомните какую-нибудь ситуацию, когда вы заходите в какую-нибудь комнату, где, например, еще 3-4-5 незнакомых вам людей. Ну, был же такой у каждого в жизни, да? Сегодня. Замечали ли вы, что вот если обратить внимание, вот когда это не толпа, а прямо вот несколько человек, потому что на толпу очень сложно распределить внимание сразу, а если это человек 5, то у вас мгновенно возникают взаимоотношения с каждым из них. Вам кто-то нравится, кто-то нет, с кем-то вы... Вы чувствуете сразу, что кто-то из них, наверное, лидер. И возникает некое... Вот это абсолютно внеинтеллектуальное, вот это общение тел. Которое происходит, мне в частности в этом смысле очень нравится теория Буаделла о моторных полях. Вы знакомы, возможно, с ней, да? Кто-то знаком. Кто-то знаком, да? И это очень гениальная в своей простоте история о том, что всего лишь 4 пары комбинаций наших телесных паттернов составляют вообще всю нашу телесную жизнь. И вот эти вот выстраивания взаимоотношений между людьми, как только я только зашел в новое пространство, оно происходит бессознательно на уровне этих моторных полей. И там их 4 пары. Расширение, сжатие, аттракция, оппозиция, канализация, ротация и активация, активация и пассивность. Все. И дальше удивительные вещи начинаются. Мы исследовали в том числе в театре у себя и с моими учителями эту технологию. Оказалось, что если из определенной комбинации этих моторных полей я могу создавать определенное восприятие себя у окружающих людей. И это мощнейшая история. И это вообще не имеет никакого отношения к тому, что я говорю, насколько это правда или нет, насколько я там заслуживаю авторитетность или не заслуживаю, имею какие-то регалии или не имею. Я могу собрать себе определенных физических параметров в определенный набор ощущений, которые создадут вполне прогнозируемую реакцию. И вот это безумно интересно. Мы, огромное количество западных людей, живет с ощущением, что все самое главное происходит здесь. На уровне того, что я думаю, на уровне того, какие интеллектуальные и сознательные решения я принимаю. И тут выясняется, что колоссальное количество информации происходит вообще за пределами моего интеллектуального представления о себе. И вот инструменты, при которых я могу, работая со своим телом, будучи к нему достаточно внимательным, изучая вот эти вот тонкие импульсы, что я чувствую прямо сейчас? Скорее расширение или скорее сжатие? Скорее ротацию или скорее канализацию? Скорее притяжение к вам или скорее оппозицию от вас? Вот из этих тонких ключиков я могу действительно выходить за пределы своей концепции. И в какой-то момент коренным образом переписывать сценарий привычной мне жизни. Потому что я, работая какое-то количество времени с разными людьми именно по вопросам публичных выступлений, я заметил, что огромное количество страхов, абсолютно интеллектуальных, относительно того, что я никогда этого не делал, я не умею, у меня не получится и так далее, вышибается просто вот так ветром, сдувает, если создать человеку правильное ресурсное состояние, состоящее с абсолютно телесных ключей. И это, мне кажется, колоссальное богатство, то есть в нас зашит мощнейший механизм работы с собой, настройки себя и создания некой сверхверсии себя, ну, если кого-то из вас такая идея вдохновляет. И вот направление эволюции себя в этом смысле меня очень интригует самого, это очень я всячески интересуюсь. И то, чем, скажем так, мы в том числе и с Германом сошлись на почве связи мысли, эмоции и тела, и того, как язык вот этой связанности, интеграции тела, эмоций и мыслей вместе создает нам совершенно новый пласт в нашей жизни, коренным образом меняя ее качество и приводя нас к совершенно другим результатам. Вот это то, чем я хотел бы сейчас с вами поделить. Спасибо. У нас маленькое объявление. Наталья, пожалуйста. У нас есть возможность вам нечего ли поставить или поставить? Вам не видно? Вы чуть-чуть еще сдвините. Давай как-нибудь. У нас есть место, как сдвините и поставим, стараемся поставить у нас в этом году аншлаг, поэтому аудитория не умещает всех желающих. Давайте минутку на то, чтобы люди из коридора зашли сюда и далее продолжим наш круглый стол. иначе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.